приветище мы на ферме слаймов и сегодня у нас замечательный день наконец-то у меня появится помощник нормально такой помощник который мне поможет управляться с моей фермой и это это дрон мы сейчас пойдем в нашу лабораторию с тобой так это я сейчас продам чертеж этого дрона я уже купил он у меня куплен где он у меня у меня вот он этот дрон вот так вот он выглядит выглядит как пчелка заводящимся механизмом наверху на самом деле мне в комментариях про него просто все уши прожужжали и сказали там дрон вышел надо скорее 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 делать обзор на него и снимать скорее вот в общем я уже подготовился я все ресурсы собрал тут принципе ничего такого сложного гексасота желеобразный камень дикий мед охотничный плорт квантовый плорт связи с этим мне пришлось завести себе квантовых слаймов у меня теперь квантовые слаймы на ферме я знаю что это просто абзац мы потом к ним обязательно сходим я покажу что я с ними сделал вот но сейчас мы нажимаем изготовить блин вот бы побольше дикого меда и квантовых плортов я бы еще одного дрона сделал но увы и ах пока только один дрона я размещу в центре ферме не у лабораторий сейчас только мы соберем ресурсики посмотрим что у нас тут добылось так ничего нового о нормально так вывалила собираем ну вот мы пришли в центральную часть фермы как ты можешь заметить квантового города здесь уже нету дело в том что я его бомбану потому что мне нужны были квантовые слаймы кстати пойдемте покажу квантовых слаймов что я с ними сделал они у меня теперь живут в пещере потому что в пещере тут более-менее закрытое пространство и они далеко не убегут вот они у меня где эти засранцы они постоянно пытаются убежать и мне нужно поливать частенько водичкой вот так вот на самом деле когда я сюда возвращаюсь эти квантовые слаймы которых я скрестил с дервиш они тут вообще по всей этой пещере летает это просто коллапс полный я все переживаю что они вот сюда в котел залетят и нафиг сгорят но надеюсь они не настолько глупые куда же мы приспособим нашего с тобой дрона давай найдем ему самое оптимальное место я думаю что вот посадочное место для дрона прямо вот здесь вот давай кого здесь и поставим так установить ухты какой он прикольный няшный замечательный мой новый помощник какой же он классный так все сел на подзарядку ты слышь какие он звуки издает он словно сова команд сова сова бьен вставай кто знает французский тот поймет ладненько давай посмотрим что мы можем с ним намудрить цель давай выберем цель воу сколько целей так значит мы можем поставить чтобы он собирал плорты овощи фрукты мясо или старых куриц чтобы убирал с курятника а также мы можем сделать так чтобы он конкретно что-то одно таскал например вот пугов фрукт или вот кукарикуна но это не интересно поэтому давай выбираем плорты наша цель это плорты источник источник у нас загоны и пункт назначения это у нас плорт маркет вот теперь мы можем активировать нашего дрона попробуем это сделать активировать дрон проснулся и давай проследим что же он будет делать полетел подпердел зеленым лучом так полетел сюда к радиоактивным слаймом смотри-ка собирает копочки смотри у него сзади появилась такая сфера куда он собирает плорты знаешь я вот понаблюдал сейчас за этим дроном и мне показалось что они долго выполняют свою работу но учитывая тот факт что у меня долго не бывает на ферме в принципе дроны хорошие помощники то ничего не скажешь вот поэтому придется прикупить еще одного дрончика вот а мы сейчас зайдем ко мне домой и купим себе обновочку в премиальном клубе наконец-то расширитель отсека ультра у меня появится и обновится ловушка для города покупаем следующее обновление мне не столь интересно но его в любом случае нужно будет прокачать но это потом закрываем возвращаемся на ранчо интересно и сколько же я теперь могу вместить свою пушку ресурсов дайка проверим вот на этих портах да прикинь у меня теперь отсек до сотни забивается наконец-то мечта сбылась смотри-ка летит 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 куда ты летишь сюда летишь да сейчас посмотрим надеюсь он сдает также быстро как я все ты прикинь но там было всего два плорта ясно смотри 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 на него копочки какой знак появился типа внимание я сейчас буду сдавать плор ты не ну плор ты он довольно быстро сдает это очень круто и где наш дрон ты видел нашего дрона куда он улетел нифига себе он походу по всей территории полетел ну ка пойдем вон туда сейчас летаем посмотрим что там он делает с квантовыми слаймами эй дрон ты здесь нет его здесь нету а вот квантовые слаймы хотят сбежать сейчас подождите ребятки стопы остудитесь остудитесь когда они голодные они просто в бешенстве они тут все могут разнести ты посмотри на него все-таки сбежал а ну иди сюда так тихо не не телепортируйся да что же с вами делать то хоть водяную пушку сюда ставь и стреляй по ним блин неужели дрон убежал все-таки в лабораторию сейчас пойдем глянем что у нас тут нет его здесь нету а где же он тогда вон он я его спалил вон он где летает ты где это летала чижик-пыжик на базаре меду пил наверное да ну все ты хоть и медленный но молодец хорошо постарался хорошо поработал отдыхай забежал в лабораторию решил посмотреть на улучшенную ловушку города и здесь написано что это профессиональная ловушка которая поймает именно того города который предпочитает лежащую в ней приманку так что это стопроцентная гарантия что я поймаю сегодня золотого города есть конечно найду золотой имбирь да 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 сейчас мы с тобой отправимся на поиски золотого имбиря но прежде я хочу поставить себе пасеку насос и буро мы сейчас бежим с тобой в дикий лес или как он там называется я его называю дикий лес потому что там есть теки охотничьи слаймы вот и там у меня стоит по моему пасека где добывается дикий мед который нужен для производства дронов вот мы сейчас его и соберем мне же нужен второй помощник так вроде сюда а вот она и моя пасека чё ты возле нее трешься уйди не бомби мою пасеку ну-ка давай дикий мед дикий медики чё так мало то и всего две банки дикого меда да не густо ладно давай здесь же установим сейчас ой 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 не установим надо обезвредить воров вары вы офигели что ставим сюда бур поставили и еще где тут местечко то есть куда еще поставок и вот сюда поставим насос вот пусть тут добывает все итак мои исследования и ваши комментарии мне подсказали что золотой имбирь нужно искать в стеклянной пустыне ну чё ж направляемся туда вот мы и в стеклянной пустыне также твои комментарии мне подсказали что нужно искать золотой имбирь во всяких камушках травинках и по всей видимости искать его буду очень долго потому что он один единственный на всю эту локацию золотой имбирь здесь у нас морковка золотого имбиря не вижу блин было бы круто если бы он как-то сиял каким-нибудь золотым цветом чтобы его сразу было издалека видно хотя это было бы слишком просто ну вот что то тут это погода испортилась да уж мои поиски не увенчались успехом уже второй день бегу по этой пустыне а бежал и вдоль и поперек все вот такие фиолетовые травки кустики прошерстил камушки все обсмотрел и ничего вообще ничего так наконец-то мы вернулись домой на ферму пойдем быстренько посмотрим что нам нужно еще для одного дрона для нашего дрона нам нужны квантовые плорты и дикий мед три штуки значит пойдем проверим как там у нас квантовый слаймы поживает не разбежались ли они у меня из загона вообще опа собирается собирается я как раз во время пришел массовый побег не дам устроить забираем у них плорки я только сейчас понял что зря походу я в диком лесу поставил и насос и бур и пасеку я же оттуда все ресурсы не утащу вот я дурында придется поставить коллектор перерабатывающего завода прям там ну что ж изготовить и постольку поскольку наш пасека там диком лесу уже заканчивать свою работу мы сделаем новую пасеку изготовить вот ну все теперь можно отправляться в дикий лес их надеюсь мне повезет я сейчас достану три баночки дикого меда из пасеки давай посмотрим что у нас тут накачалась есть смотри сколько всего много и и как раз три баночки дикого меда ровно столько сколько нам нужно место у меня уже почти закончилось нужно поставить эту штуку которая телепортнёт все ресурсы в нашу лабораторию вот здесь вот поставим эту штуку где она там коллектор перерабатывающего завода установить вот потом когда это устройство нам здесь не нужно будет моего просто соберем и поставим день другом месте уйди пожалуйста значит скидываем гекс осоты дикий мед и жужжащий воск что у нас здесь неплохо странный бриллиант он мне давненько не попадался а тут у нас что в лавовый пепел ну вот в принципе все ресурсы для дрона мы собрали пойдем его устанавливать у наконец-то я в лаборатории добрался и так где мой дрон вот он изготовить ух второй помощничек огонь значит так пока этот спит мы ему сейчас подсунем здесь второго помощника кстати смотри цветочек так закрылся типа пчелка в домике вот значит где нам разместить второго дрона местов конечно не очень много ну давай наверное вот здесь вот поставим установить вот пчелка номер два готова и сейчас мы ее запрограммируем цель значит блин почему только овощи или фрукты почему нельзя и то и другое ладно значит давай собирай овощи источник участки земли и пункт назначением кормушки автоматы вот активировать все полетел давай 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 работ много я даже чувствую куда он сейчас полетит около к будет собирать да да ну посмотрим как он быстренько сейчас этот участок уберет видал какую сальтуку замутил до сбор овощей такой же длительный как и плортов ну ладно это все-таки маленькая пчелка помощница начал будет если я в нее пульну вода ничего не будет ничего она уже куда-то полетела куда ты летишь тут как бы около к любят вот эти вот слаймы мои а ты кому потащила кому же ты тащишь то сюда как из автомата просто впуливает сюда красотка умничка вот это я называю автоматизированная ферма мне здесь вообще скоро ничего не надо будет делать когда я создам 5 пчел дронов правда куда их буду ставить я еще не знаю тэкс по skype у нас нет никакой работенки тогда поехали на ферму огдена надо собрать ему кукодобу кукодобу мне все писали в комментариях что я неправильно произношу надо говорить кокудабу кокудабу блин это ж дабу дабу это же как-то тоже неправильно звучит не знаю в общем кто прав кто не прав а вот кукодобу кукодоба кукодоба да фиг её знает как и короче произносить не знаю буду произносить как произношу я я не русский и фрук тоже не руки вай 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 словно мне сейчас подписчики отбомбили за то что я не правильно кукодоба произношу вообще кто такое название придумал кукодоба по любому этот усач не знал как этот фрук назвать и первое что в его усатую голову пришло так и назвал Ну всё, Огден, я вроде бы закончил. Итак, тадам. Я правда не помню, что он мне там обещал. Ну а сейчас разберёмся. У тебя получилось! Я смогу попробовать свой новый рецепт со всеми этими вкусными кукудобами. Я правда люблю готовить. Это меня успокаивает и позволяет мне сосредоточиться на том, чтобы делать что-то полезное для тела и души. Смешно, что еда стала моим увлечением после ухода из компании мгновенного питания. Честно сказать, я никогда оттуда не уходил. Меня выгнало правление директоров, потому что я пытался саботировать компанию. Я хотел, чтобы они разорились. Мы делали людей больными 5Х. Еда, которую мы продавали, была мусором, и мы об этом все знали. Всё крутилось вокруг денег. И я захотел это изменить. Но всё вышло из-под контроля, и мне было с этим не справиться. И поэтому я ушёл. Я вскоре приобрёл билет на беспредельное запределье. И вот, здрасте, приехали! Слушаем, как я продолжаю рассказывать о прошлом, вместо того, чтобы сконцентрироваться на кукудобе. Давай вернёмся к делу. Раздобудь ещё кукудобы, и я буду тебе так признателен, что отдам тебе ключ к моему убежищу. Тебе не показалось. Это всё будет твоим. Удачи тебе! У-у-у, какие вы щедрые. Слушай, ещё и Огдин мне отдаст своё убежище. Надо 150 кукудобы добыть. Ладно, добудем, но не сегодня, дружище. Так, ладно, возвращаемся к себе на базу. Эта пчела всё ещё дрыхнет. А, подожди, я понял. У неё отсек опустошился, нужно её заправить. Сейчас, подожди, у меня есть водичка. Ой, тофу кинул ей. Тофу она не будет. Вот так. Во, смотри. Всё заработало, огонь. И здесь тоже сейчас подзаправим. Оказывается, мои пчёлы работают не на бензине, а на экологической воде. Между прочим, из пруда. Хе. Ты прикинь, 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 я нашёл золотой имбирь. Иду я такой, иду. Ищу, короче, вьюнок слаймов для квеста. И тут, и тут. Вот он. Вот он. Золотой имбирь. Растёт как. Это же золотой имбирь, да? Ну, вроде да. Я просто на него навожу, и там в уголке не написано, что это золотой имбирь. Так, 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 так. Нужно, нужно, нужно скидать. Скинуть, ладно. Ку-ку, давай, давай, пока. И, золотой имбирь. А, блин, он не берётся. Что за дела? Он, может, ещё не вырос. Короче, ладно. Я буду сидеть здесь до утра. Буду ждать, пока он будет расти. Давай, расти же. Расти. Мой золотой имбирь. Блин, ну он же, походу, вырос. Почему же я его собрать-то не могу? Может, его водичкой полить, я не знаю. Расти быстрее. Давай, выковыривайся из земли. Есть. 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 Он вырос, и я его забрал. Лишнимногие хозяева ранчо прочтут это. Золотистый имбирь. Я его собрал. Наконец-то. Всё, возвращаемся на ранчо. Бабуля, спасибо тебе за квест. Она, короче, отправила меня вот таких вот вьюнков собирать. Шесть штук. И благодаря того, что я пошёл их собирать и искать, я наткнулся на золотой имбирь. Так что, бабуля, я тебя сейчас расцелую. Не, лучше я тебе просто вьюнков отдам. Держи. Вот так, сколько деньжищ-то, а. А теперь скорее, скорее, скорее бежим в лабораторию делать ловушку для города. Так, значит, нам нужна профессиональная ловушечка. Вот она. Все ресурсы есть. Изготовить. Установим её на положенное место. Вот сюда. Техническое. Установить. Готово. Осталось только положить золотой имбирь. О, ты посмотри, какой он здоровенный просто. Это, наверное, самый большой овощ, который я только видел. Какой он странный на самом-то деле. Ребята, э-э-э, рты позакрыли, это не для вас вообще. Это, между прочим, мы золотого города и ловим. Ну что, ребята, на этом всё. Как золотой гордо поймается, я выйду с вами на связь. С вас лайкосик, коминтосик под мой видосик. И, конечно же, подписчик, если ты ещё не подписан, чтобы не пропустить следующего крутого видосика. А он будет по-любому крутой. Потому что мы поймаем золотого города. И бомбанём его. Хо-хо-хо. В общем, всё. Давай, пока. Тебе удачки. И увидимся в новой серии. Надеюсь, я золотого города поймаю. Ю-ху.